Обложка для YouTube. Многие успешные иностранные блогеры считают, что это одно из самых важных аспектов на YouTube. Ведь если на видео не кликнут, его не посмотрят. То же самое можно отнести к любому другому продукту. Его не заметят, его не купят. И обычно блогеры нанимают команду креативщиков, которые целыми днями сидят и думают над обложкой. А только потом многие идут снимать видео. Но что если нет бюджета нанимать команду? Или есть бюджет, но не найти хорошего дизайнера? Именно с последним столкнулась я, и я начала разбираться. В этом видео я расскажу правила эффективного визуала так, чтобы на него нажимали. И покажу, как это сделать с помощью нейросети. Я буду говорить примеры по YouTube, но на самом деле это можно отнести к абсолютно любому продукту. Поэтому посмотри это видео, даже если ты не ютубер. Оно будет для тебя полезным, ведь визуалы нужны каждому. Я сейчас расскажу бесплатную информацию, которую продают на курсах. Покажу два способа, которые использую лично я. Первое, чтобы заметили. Видео на просторах YouTube стало очень много, так же как и продуктов на полках. И поэтому первая ошибка, которую допускают очень многие, это полагаться, что твое видео единственное. Твое видео или продукт это одно из десятков продуктов рядом с ним. И если твоя обложка бледная, а у твоих конкурентов тоже такой же примерно бледный минималистичный стиль, то шанс, что заметят твою обложку минимален. Поэтому первое, что нужно сделать, это изучить конкурента. Ведь скорее всего, если смотрят твои видео, либо покупают такие же продукты, люди также подписаны на похожих ютуберов. Поэтому изучи конкурентов. И если они делают обложки в бледном стиле, ты должен делать в ярком. Наоборот, если они делают в ярком, ты делаешь в бледном и минималистичном. Потому что главное правило обложки, чтобы ее заметили. Потом правило два. После того, как ее заметили, она должна вызывать вопрос, что-то спорное и интерес. Третье. Много элементов, много текста, только запутают зрителя и не вызовут интерес или вопрос. Потому что ему просто будет лень читать, а впечатления складываются за секунды. Поэтому в этом правило это меньше, лучше. Так, чтобы сразу стало понятно. Либо сразу вызвался интерес. Ну и четвертое, немаловажное, это то, что она должна подходить твоему потенциальному клиенту, твоему ЦА. Если твой клиент или твой зритель 40+, он консервативен и он любит изучать что-то, то скорее всего обложки типа у мистера Биста ему не подойдут и он на нее не кликнет. Это четыре основных и самых главных правила при создании обложки либо визуала продукта. Смотрим на обложки популярных, успешных ютуберов. Чисто, минималистично вызывает вопрос и интерес. Аплодисменты в студию, спасибо вебтрините, подписывайтесь, ставьте лайки. Я покажу, как я лично создаю обложки с помощью нейросетей. Покажу два способа. Визуал очень важная часть для продукта, чтобы его заметили. Но также не стоит забывать об онлайн присутствии так, чтобы ваш сайт выбивался в топ и его могли найти. И для этого вы можете использовать биржу GoGetLinks. Это биржа вечных ссылок, как раз которая помогает росту поискового трафика за счет ссылочного продвижения. Первая программа, которую я использую, это Миджорни. AI-инструмент для генерации картинок, всеми известный. Так как там теперь можно свапать лицо, соответственно, я теперь постоянно его использую для обложек. Если вы не знаете, как его добавить, посмотрите после этого видео вот это видео. Там будет подробнейшая экскурсия. Вначале посмотрите, как я это делаю. Первый вариант, который я использую, это я просто описываю, что я хочу видеть на картинке. Иногда предлагаю референс расположения. К примеру, здесь у меня был мой же референс, мои цвета и мое расположение, чтобы оно точно хорошо считало, потому что для меня это было важно. И далее просто прописываю длинные волосы, блондинка, видеоэксперт, рассказывают о AI-новостях. Гиперреалистично, rule of third. Rule of third это когда я не посередине кадра, а я немножко сбоку. И все, оно мне дало вот эту картинку, классно мне подходит, блондиночка. Вот AI у нас получился в виде робота такого. Мне прям супер зашло, с первого раза подошло. Я дальше просто выбираю какую-то картинку, которая мне понравилась, хожу в приложение, in swapper, и я вот такая вот получилась. Далее я эту картинку сохраняю, если надо увидеть, чуть размер увеличиваю. И в Канне, либо в Фотошопе мы добавляем именно сами слова на обложку. И все, обложка готова. Второй вариант, как я создаю картинки в Миджорне, это когда мне нужна прям специфическая картинка, специфические на ней элементы, а не просто положиться на AI, что он мне создаст. И для этого рассказываем свой лайфхак. Кстати, не знаю, почему я вам это сейчас говорю, что все конкуренты будут использовать мой метод, но ладно. Это я вначале нахожу картинку, которая мне нравится по композиции. К примеру, я хочу, чтобы на картинке было много элементов сзади. Я нахожу такую картинку. Это либо Пинтерест, либо это мои предыдущие обложки, да. К примеру, в этом случае мне нравилась вот эта картинка. И второе, я нахожу картинку, которая мне нравится по цветовой гамме. Тоже должна быть девушка, тоже должна быть блондинка, иначе он не совместит. То есть девушки должны быть одинаковые. И важный момент, на картинке не должно быть элементов, которые вы не хотите, чтобы были в вашей будущей картинке. Если у меня здесь будет там, помимо меня, еще какой-то другой персонаж, то он его тоже добавит. Поэтому я подставила вот эту картинку. Мне также здесь нравится цветовая гамма, также здесь девушка и также телефончик. И после того, как я эти картинки совместила вместе, в упромте, то есть мы пишем Imagine Prompt, я вот эти две картинки вместе сюда добавляю раз, делаю пробел, два пробел. И далее я опять описываю, что я хочу видеть в своей картинке. В моем случае это длинноволосая девушка, рассказывает интересные технические breakthrough. То есть какие-нибудь там невероятности, да? И добавляю два своих любимых там художника в стилях, которых мне нравится. Ну и, конечно же, размер. И у меня уже получается вот такая вот картинка. Оно добавило цветовую гамму, оно добавило композицию. По такому принципу я создавала все вот эти обложки. Они простые, они очень интересные, и то, что, скорее всего, не нарисует дизайнер за короткий период времени. Но минус таких обложек, что я не могу их контролировать. То есть я не могу проконтролировать вот в этой обложке, чтобы здесь не было вот этого человечка. Либо здесь не было просто одного маленького элементика, а только согласиться с тем, что есть. Конечно же, есть фотошоп, но когда много элементов на картинке, будет получаться максимально неправдоподобно. Это был первый вариант, миджор. А если надо что-то масштабное, дорогостоящее, как, к примеру, обложки у мистера Биста, но нет бюджета и хочется контролировать свою картинку и создавать ровно те элементы, которые хочется, то это вторая программа, и она будет единственной, которую мы будем использовать для создания полностью всей обложки. И сейчас она бесплатная, относительно. У вас будет 25 попыток на один Google аккаунт, что предостаточно для двух обложек точно. Называется она Adobe Firefly. Регистрация здесь у нас супер простая, ничего скачивать нам не нужно. Мы просто переходим на сайт Adobe Firefly, ссылочку я оставлю в описании, и заходим через наш Google аккаунт. Будем повторять обложку с канала мистера Биста. Заходим на мистера Биста и выбираем, к примеру, вот эту обложечку с яхточкой. Только я еще добавлю сюда пару элементов людей, чтобы посмотреть, какие можно получить результаты. И здесь посерединке мы сразу же пишем наш первый промп. В моем случае это большая гигантская золотая яхта посреди океана и голубое небо. И вначале она нам будет выдавать квадрат один на один. Нам нужно справа сразу же изменить на 16 на 9. И внизу, классно, что здесь есть разные стили, мы выбираем гиперреалистичный. Вместо какого-нибудь живописи. То есть здесь это очень круто, что можно здесь сразу же выбрать, что мы хотим, без разных заморочек. Классно, нам сгенерировалось 4 яхточки. Да, это не суперреалистик, так скажем, можно отличить, что это не настоящая яхта. Но вот, к примеру, слева внизу мне яхточка понравилась. Для обложки прям самое то. Если что-то не понравилось, вы можете нажать сгенерировать еще раз. И после того, как у нас яхточка нам понравилась, мы выбираем редактировать в Adobe Express. Это как раз тот веб-редактор, где мы будем добавлять все, что мы дальше хотим. Они развиваются очень быстро, что означает в одном приложении можно будет сделать все. Так, мы повторяем мистера Биста, мне здесь не хватает песочка. Поэтому мы выбираем Generative Fill слева. Выбираем нашу территорию, где мы хотим наш песочек, чтобы был. И пишем Prompt, чистый песочек. Классно, нам дается 4 варианта. И здесь они довольно все такие реалистичные. Такого рода, как песок, небо, то что-то с природой, оно генерирует довольно-таки хорошо. Песок сгенерировало, классно. И здесь, в принципе, можно добавить уже меня. И как бы обложка готова. Но я хочу вам показать, как оно будет генерировать людей, какие у него здесь есть лимиты, ограничения. Для этого я хочу, чтобы на яхточке у нас был какой-то человечек. Как бы типа зазывает, как будто у нас какой-то квест. Приближаем, пишем. Женщина в красном платье, чтобы точно было заметно. И, как мы видим, люди получаются редко хорошо. Мне повезло, что вот со второго раза у меня выходит более-менее какая-то женщина. Когда я генерировала там первые разы, у меня прям был ужас, что не люди. Но я думаю, они над этим будут работать, я надеюсь. Далее я хочу добавить еще сложный элемент. Такую, как, к примеру, лестницу. Вместо того, кто-то забирается на эту яхту. Также выбираю территорию и пишу лестницу. Вот она сгенерировала такие варианты. Не совсем классные. Я бы сказала, даже очень сильно косые. Здесь даже, наверное, проще просто зайти в элементы, набрать лестницу. И эту лестницу просто сюда потом подставить. Но я хочу испробовать генерировать и фил, поэтому не буду этого делать. Вот, тут, в принципе, можно его подкорректировать, удалять. Но я сейчас быстренько покажу, что вообще возможно. Так, и далее я хочу, чтобы на этой лестнице был человек. Тоже выбираю область на лестнице и пишу промпт. И вот у нас более-менее получается вот такой вот человечек. Так, все сгенерировано, остается добавлять фото. Здесь я просто добавляю себя. Классная функция, здесь есть background clean. То есть вы можете добавить свое любое фото и попросить аишку внутри же этого приложения убрать фон. А не переходить в другие приложения, убирать там фон и обратно его загружать. То есть для нас Adobe Express здесь стало очень удобно, что все в одном приложении. Дай бог они исправят хорошую генерацию, и тогда можно будет только вообще его использовать. Ну и вот, пожалуйста, за несколько минут у меня готовая обложка. Сравниваем. Ее можно еще подкорректировать. Подкорректировать цвета, какие-то элементы. Возможно, одежду нам не изменить. Добавить какой-то текст. Все это возможно здесь. Только, скорее всего, если бы вы искали дизайнера. Он за такую обложку попросил бы, я не знаю, от 30 долларов. А здесь мы, пожалуйста, сделали это бесплатно сами. Это было все на сегодня. Ставим лайки, подписки, подписываемся. Много полезностей в следующих видео. Пока.